Всем еще раз добрый вечер, смотрим дальше за квалификациями региона Европы NDL Ченду Мейджор Команда Wind&Rain против Аскаманов К сожалению, первая карта была с заменой И только сейчас оказался Ханна в составе Был до этого стенд-ин Не знаю, причина была только в стенд-ине, либо в целом по игре команда Wind&Rain Но ребята свою карту проиграли И если я ничего не перепутал, а я ничего не перепутал Даже если они выиграют еще одну карту, у них будет финальный счет 0-2-2 Это только 2 балла, которые не дают возможности попасть даже в топ-3 Потому что у маньяков уже 3 балла У Аскаманов после предыдущей карты также 3 балла У Wind&Rain в данный момент 1 балл, максимум 2 То есть эта игра для них ничего не решает Для Аскаманов она ой как решает, им нужно побеждать А Wind&Rain могут просто себя максимально показать уже в рамках этой квалификации ДПС раунд первая не пропустят Ни на миноре, ни на мажоре мы их не увидим И ребятам просто можно себя показать Ну и конечно немножко подпортить положение Аскаманов Которые если победят, у них все будет намного лучше Они даже могут по итогу у группы занять первое место Представляете, даже такой у них сейчас шанс есть гипотетически Ну и драфт Ху скоро забанили Wind&Rain сами берут тебе Виверну Эмбера В этот раз Акса У Аскаманов Титан Рубик, Легион Коммандер И появляется Манки Кинг Героя, про который я сегодня не говорил Особенно вот в похожем пике, когда там милишников много Против того же Акса, против того же Кентавра Отлично смотрится персонаж Возможно, если бы не Бан ОД То он бы здесь появился вместо Манки Кинга На котором Бэби Найт очень неплох Здесь же оказывается и Феникс У нас есть вариант появления Войда И лучше этого Юрай забанить То есть есть такой вариант, что Войд здесь может появиться В позицию кэри Не могу сказать, что здесь максимальная синергия наблюдается Кроме Феникса, Войда Ну и может быть, частично Эмбера Ну ладно, Еверна Частично может помочь Войда Наверное, стоит запанить С другой стороны, на него здесь есть отпор В виде Легион Коммандер Который может нажать дуэль Войд не может использовать Свой эскейп В виде таймволка Войда 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 И размышления над последним баном Но я уже свое мнение сказал, что лучше все же от Войда избавиться Банды с профи То есть считают ребята, что это Эмбер на позицию кэри Акс на 3 И Инден Рейн Не рискнут поставить Эмбера против Макаки Ну тоже разумно Тоже разумно То есть здесь может появиться какой-то снайпер Как более такой универсальный вариант Как стоять против Манки Кинга И не страдать Кунки нет Хоть это и милишник Но неплохо он может смотреться Против многого Фула героев Ну не знаю Не знаю Ребята сами себя загнали в угол Да, после бана в Рейс Кинга Стало все понятно, что это Войд Ну конечно У Аз Команов есть вариант борьбы Против Войда За счет Легион Командер С хорошей дуэлью Да, но там Колден Брейс будет Колден Брейс Вливать урон пока нечем Так Ну могут поставить Макаку И в легкую линию Против того же Акса И взять еще что-то в мид интересное Против Империя Даже какой-то Сайленсер На самом деле не замысловато на мид Мне нравится Вот честно вам скажу Сайленсер мид Манки Кинг на легкое Легионков сложно У вас появляется мощный контроль В драке И на линии против Эмбера Сайленсер неплохо может стоять Ну Глобал тут очень хорош просто Тут он в драку просто вырубает Для Венад Рейн Два героя, которые зависят от способностей И без этих способностей Ты их убиваешь просто А так они уходят от тебя Контроля очень мало Ну тут это был лучший герой Которого могли придумать Эскаманы Если бы забанили Войта Тогда я думаю Подстроились бы под ситуацию Пикнули бы что-то другое Ну что ж Сайленсер соло мид Марки Кинг на легкой Легион Командер Сложная линия Сайленсер составит Компанию Эмберу На центре А вот по боковым линиям Будем смотреть Там может произойти Много чего Надо будет смотреть Надо будет смотреть Как там в итоге Расстановки линий будут Потому что Акс Может купить себе Там в две фласки танго Щиток Пойти за башню Просто стоять Но я думаю Что идея в том Чтобы Марки Кинга Хотя Марки Кинга Может замочать Аппи с Войдом Может замочать Аппи с Аксом Это и тот Другой милишник Что будем смотреть Погнали Для команды Винденрейн Напоминаю Эта карта уже Ни на что не влияет Они в любом случае Не проходят В топ-3 Групповой стадии Для Аскаманов Важна победа здесь Если они проиграть Ничего страшного не случится Но если они выиграют То они могут бороться Уже с командой Ликвид По-моему В последний матч Игрового дня За реальное попадание В топ-1 Группы Там реально Может быть битва Ликвид Должны будут выиграть Хотя по-моему Там и ничьи будет достаточно Давайте посмотрю Трич Да, да Ликвид Если выиграют Тогда класс Если выиграют У них будет 6 очков У Ликвид 5 А если вот ничья В общем Устраивает ребят Только победы На всех картах Чтобы прям Задить топ-1 Тогда это реально Может быть топ-1 Группы Так, Титан Титан, Титан, Титан Ну, как минимум Ребята показали Свою позицию на карте Акс на сложный Возможно Что-то сейчас изменится Стороны Ребят из Аскаманов Пока Манки Кинг здесь Мастериск пытается Воевать против Феникса А Манки Кинг Просто идет руну забирать Руна достается Манки Кингу Еще можешь сделать 2-3 удара Ну, соответственно Еще 2 остается удара По аксу Но тут Баттлхэнгер Артик Бёрн Эйс пытается отъедаться Пассивка заканчивается Закрывает Айса Здесь бутерброд И Забирают Телепорт на топ Сразу же От Йола Отличная реализация Артик Бёрна И Грамотная позиция Которая позволила Просто Манки Кинга Закрыть Хоть и казалось Что она стакал Джингу Мастер И обычно Такой Манки Кинг Может быть опасен Но не в этот раз Очень тяжелая линия Для Манки Кинга Потому что Акс-то ладно Но Феникс Такая недооцененная Четверка Мы видим Этого героя Все чаще И в СНГ И в Европе Он появляется Немного от него проблем От этого Феникса Рубик Легион Командера На топе Это классика Но в общем Я не думаю Что Войда здесь Смогут убивать Как-то То есть Нет предпосылок На то Что Войда будет видеть Именно на Стадии линии Да и наверное Нефриты Даже получается Будут фармить А у Томбер На центре Я смотрю Тяжело Фласку нажимает Она сбивается То есть Он может быть И выжил Но Хотя там Фисты сейчас появятся То есть Бобина Это нужно быть Тоже очень аккуратным Официальный сюрприз Себе очень много Расходников Посмотрите Манга Три мантлы Приезжают В общем Бобина Здесь реально Может Амбера В какой-то момент Даже с центра Выгнать Очень много урона Курсай Попадает Попадает Курсай Не может Хана спрятаться И нажать Холанселф Какой же важный момент Еще один удар По Хана Нажимает фласку Только сейчас Но теряет Крипов здесь И ты крипов Не можешь Заденайить Каких-то просто И добить Не сможет Заденай Это ладно Но когда ты Не добиваешь Чужих крипов Так вообще Грустно Легкие фисты Бобина Закидывает Еще несколько Ударов Твоими Глейвсами Ну а Манки Кинг Ну он Неплохо На самом деле Фарм-то получает Здесь Все фармят Все фармят Даже Эмбер Несмотря на то Что там много Регена выбил Бобина Все равно Добивает Крипов Весьма успешно Йоу От Рубика Пытается улететь Ну не хватит урона Даже если дать Ликен С И дать Фейтбол Все равно Верно Сможет уйти Но оно Здесь доставляет Неприятности И одному И второму А регена Остается мало Потому что регена Мало Это конечно Грусть Манки Кинга В этом плане Здесь немножко Погоняли И как-то Перестали Манки Кинг Себя Орба Феном купил Феникс Тоже Икар С дайвом Не напасется Если не попадаешь Манки Кинг Начинает тебя Очень быстро убивать Баттлхангер Мы понимаем Не так эффективно Если просто Грамотно использовать Добивание крипов Можно задонайить Можно убить Соло фраг Для Сайленсера Притом Сайленсер Особо не страдает По здоровью Он продолжает Стоять на линии Мне уже никуда Донайд Или что-то еще Войд погибает На топе Тем временем Отцы Телекинез Фейтболт И каким-то образом Ну Войд очень быстро Выбивает регена Он остается стоять Он рискует Думает Ну сыграет таймволка И видимо не получается Надо купить танго Войд Курьер Там видимо и не довез Реген Да Три танго было Но этого конечно Очень мало А Сайленсер Третьими клинками Начинает слишком больно бить И по грибам Да и по самому веймберу Посмотрите Бум Еще 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 Вот этим стимумом Спалился Что там есть вижен Правда вард Здесь уже почти Свою работу выполнил Приходит Титан Ставит еще один вард И верно Погибает тем временем На топе Но задонайлся На простап тавер Я уже думал Что еще один фраг пропустил Но нет Не дождетесь Состав пока играет Без изменений У вар То есть никаких стендеров нет Но Начало плохое Вот этот Сайленсер Прям классный пик Я прям рад Максимально Потому что Очень хотелось Этого героя увидеть Насколько он здесь Хорошо входит В Стояние на центре И насколько он здесь Хорош будет по игре С покупкой быстрого Атоса Вы представьте Насколько Атос Здесь вырубает героев С покупкой Просто предметов Там он урон И разумеется С глобалом То есть Саймбер Здесь придется покупать Какой-то быстрый юл А Войду Я не знаю Что вообще делать Потому что мы с Форсом общались Форс считает Что Манта ставил Бесполезный артефакт на Войда Но Честно говоря Я думаю Что здесь придется Этот артефакт покупать Потому что С Блэкинбаром Одним не наиграешься Конечно Можно играть Через каждый глобал БКБ Но мне кажется Манта немножко Поприятнее нажимает Да и Манта Ну ладно Будем смотреть Ладно Атака на Титана Титана-то атаку переживает Нажимает Шрайн Соло Выпивает его И Может возвращаться назад на линию Пока Манкикинг Свободно фармит Ему как раз в это время Никто ведь и не мешал Пока Гонялись два героя За саппортом Погибает Феникс Силенсер выгоняет Эмбера Куда-то на ганге Эмбер смещается на топ Рубик здесь А Эмбера уровень 4 Ну тогда непонятно Что собственно он может сделать Откидывает Рубика Эмбера назад Эмбер в итоге приходит Знаете Это такой муф отчаяния Прийти на ганг на 6 минуте Уже не под баунтируны С таким уровнем Силенсер уровень 6 Тем временем Глобал на такой линии Не требуется Он возьмет его попозже Может быть на 8 Может быть на 9 Так он у нас там на топе Атака на Войда Войда ее вот Распереживает Таймболк Притом смотрите Здесь играет нефриткую прокачку Достаточно агрессивно На такой линии Умудряется все равно Играть через таймлок в 3 То есть прокачка Которая обычно берется Когда у тебя на линии Все классно Когда ты не боишься погибнуть И ты вообще Чувствуешь что можешь Потом с этим таймлоком Просто и убивать На стадии линии И потом с хрансфера Здесь такого мне кажется Не будет Что с таймлоком Ты сможешь В третьем Что-то сделать На подходе дуэль Ребята снова готовы выходить Рубик сейчас найдет позицию Для телекинеза Какие-то залетят отцы Все это под фейтболт Нефрита можно убить Так, там у нас атака на центр Попытка была выйти Вот где-то выходил сам Эмбер На свою линию возвращался Поббинайт уровень 7 У Эмбера уровень 5 Разница становится Слишком большой Там уже на самом деле Ты и восьмой не за горами Ты Эмберу книгу покупай Да, то есть разница Посмотрите какая Просто 5-6 Ой, ну так нельзя, конечно Так, конечно, нельзя Не дотягивается мастер риск В итоге Приходит Акс Есть Техостомп Нарычали Рядом Эйс Телепорт от мастер риска И мастер риск улетает на базу Грамотно сыграно А я здесь не нужен был Глобал А нет, глобал появился на уровне 8 Хорошо, глобал теперь будет Вот лоу хп Войда Можно дать дуэль Даже если она не будет выиграна Войда потом можно будет убить под глобал Немножко ребята попытались попушить Так себе это получилось Приходит сюда Йол Непонятно в чем предназначение Виверна на этой линии То есть Манки Кингу убить попытаются Ну посмотрим Блаз 2 Артек Берн есть Акс уровень 6 на подходе Тоже Тотлхангер быстро можно сбрасывать Что и делает Эйс Ну не забавно Что и глобал будет тоже Если что Можно будет глобалом Очень сильно помочь Эйс от любых потенциальных атак Просто упрыгивает Эмбер может сместиться вниз Но там варды Эмбер палит Ну в общем пока просто играют Аскаманы по открытой книге Противник будто дал план на игру Аскаманы просто его читают И подстраиваются Так как им удобно Сайленсер Атос Будет совсем скоро Учитывая скорость фарма То есть сейчас появится Вторая корона Там став рецепт Эмбер уходит в лес фармить Все в себе делает стаки Ну да Самое безопасное место Наверное это и правда лес Радиент Готовится атака на Боби Найта Много героев Если будет Фесс Лос Войт Фесс Лос Войт будет Но опять же на реакции Боби Найт может спеть Глобал Курса И телепорт Веби Найт отсюда улетает От меня и телепорт Понимает что здесь можно подраться Дуэли хастажера там дать не успевают И все еще Удачно складывается для варов Могло быть все хуже Ну тут Понятное дело Что Войт не успел Дать хроносферу бы Никак Потому что ну Глобал дается Побыстрее То есть Войт прыгал И ты уже прекрасно видели Видел на варде Сайленсер Поэтому все это было понятно Без смоука так выходить Не получится 4-1 Ну хотя бы глобал С противника выбили Сами ведь хроносферу не потратили Баунтируны контролятся Даже может попытаться Нет Нефрит в соло Рубика не убьет Не убьет Опа Нефрит Эмболк Нам кикерпы Идем прыгать дальше Пайт на хроносферу Хроносферы не будет А вот будет дуэль Ох как красиво то вышли Не было здесь деревьев И Войт погиб Да неудачно все сложилось 5-1 Цианенсер первой позиции Натворса Акс держится неплохо Вторая позиция уверена Что там по массовым юлам Ну потихоньку Потихоньку юла Вот что по Войду делать Тут не ясно Потому что Войду денег нет И юлу мы покупать не хочется Сами понимаете Манта очень дорогая Ну наверное все таки Боковая возьмет Когда-то То это тоже артефакт Не первый артефакт Для Войда Тебе и Медас какой-то хочется И какой-то Майл Штром хочется Надо же фармить С Медасом У тебя фарм идет Очень плохо Видите телепорт Войда Все расходятся Акса пока снизу отпускают А ребята собирают мид Какая-то такая возможность сдается Войда прогнали Пытаются добить Хастажеротом Хроносфера ставит Чтобы перекрыть проход противнику И добить Легион-коммандор Ну и с трудом И Фрид зарабатывает фраг Разменяли Легионку На Т1 на центре Т1 на топе Но и при этом потеряна еще и Хроносфера Тоже запускается Высокий таймер А Тосик тоже почти готов Или сейчас Бобби Найт передумает Медас возьмет Хотя не знаю Мне кажется А Тос здесь такой ранний Это просто будут А Тос Вообще вырубает Пол команды Настолько герои Зависимы Своей способности В АТОСе Ничего не смогут сделать Выход на Рубика Акс без Блинхдайгера Поэтому выходить на одних фейзах Не получится Там телекинез Можно если что-то подворовать Тот же Баттлхангер Закинуть и бежать Ну что Рубик сейчас и делает Не самая полезная способность Которую здесь в игре Можно будет забирать Ну Вот собственно она Какая есть Йол поставил вард По-моему Мастер Риск это заметил Теперь уже сам Йол Бегает по вардам Но этот вард здесь Быстро находится И Мастер Риск Лутает бабки Помню здесь шрайном Кастажера Турмнину Был нужен Похоже на мисклик какой-то Опа Биберна По центре Дуэль И легкий урон Для легионки Плюс 10 Рубик ворует Арсик Берн Уровня 1 Хорошая способность Для какого-то варианта Когда нужно убежать От атаки Сайленсер все-таки Атос Да Все-таки Атос Ничего там не решил выдумывать Корону взял И Атос Готов Ну маловато убийств Для такого сайленсера Да Такой сайленсер В основной позиции Корр наверное Может убивать больше Атака на легионку Выходит Эмбер Есть глобал Телепорт Сбить нечем Глобал слишком долгий Снова защитный глобал Снова для того Чтобы подставить своего героя В этот раз Это была ЛЦ Появляется Атос Ребята продолжают бегать На вартах Смоук разбит Видят Акса Легкий фраг Намечается Эхо стомп Аксы усыпляют Арсплиттер Атос Арсплиттер взорвет И сайленсер Зарабатывает Еще два интеллекта Там еще и дуэль Параллельная Таймбер спирит Палка плохая Плохая палка Айс почему-то поспешил Мог сделать Ааа Там курса бесконечная Он просто не уйдет отсюда Только телепорт спасет А телепорта нет Фраг для Айса Интеллект для сайленсера Есть Атос Атос пошел Феникс Суперновый Айс прыгает дальше Пытается никво улететь Далеко улететь не получается Еще один фраг И по-моему еще интеллект Для сайленсера Да? Нет Немножко не хватило Ему расстояния Далеко он стоял Интеллект не получил Но Тиминация эскаманов Слишком велика Бойт у нас Все-таки манто стайл Фармит Ну да Манто стайл Это все же артефакт Который Дает тебе Немножко и пофармить Побыстрее Там яша появляется У тебя скорость атаки появляется У тебя ловкость появляется Быстрее передвигаешься Немножко Блокенбаром Все не так Но с другой стороны Блокенбар Типа спасает От многого контроля Там Титана Рубика Хотя не такой тут страшный контроль Дуэль через Арену Нет Успел Буки заагрить И Дуэли не будет Немножко ошибается Хассажирот он здесь Может быть и Манки Кинг Поспешил чуть-чуть Фиста Тос Не забываем Фисты использованы А тут Хрансфера Но правда Эмбер пока бить не может Санрей Сайленсер очень жирный Есть фэрифлайер Надо нажимать Пресс за атаку Контратака будет Винтерскер Собственные тиммейты Пытаются добить Сайленсера И Манки Кинг Очень удачно прыгнул Потому что находился Легион Кобейц По спиритами Принимают и Манки Кинга Манки Кинг также погибает Погоня за Легион Командра Продолжается Распитер взрывается Он не так он эффективен И Хассажирот он отца дает Добивает Феникса А сам при этом не погибнет Даже так Да, пришел сюда Рубик Титан Два саппорта просто уничтожают Баттлхангер у Рубика появляется Погибает и Винтер Виверна Акс получает Баттлхангер Хассажирот он аккуратненько в погоне Не забываем что есть дуэль Телекинес Ну и Акса должны здесь вырубать Ооо Войд вышел Надо уходить в Войду Нельзя так оставаться Опасно было Дуэль ведь могла и в него пойти А саппорты бы справились и так Ну в общем хорошо За счет хорошей работы саппортов По итогу даже Разменялись в плюс по героям Но по Нетворцу героев Конечно отдали больше Слишком там богатые Сайленсер и Манки Кинг Глобал появляется Сайленсер дальше будут покупать тебе БКБ Хассажирот Мастериск выходит в лес Как минимум поставить 3 опсварда Ну а как максимум найти еще каких-то героев И убить Например Виверна выходит Дуэльный герой Явно Ой дуэльный А дуэли нет Понятно Есть Атос Сайленсер просто пинает Отсы залетели Этого хватило Выходит Бойт Бойт уграет очень агрессивно Напоминаю там есть Глобал Глобал пошел Что ты творишь Что ты творишь Что не Фрид Что-то не Фрид Странное делает Что позволяет сейчас просто Этого Войда принять И вот так вот просто убить Легион командора Блинк доезжает Ребята пингуют на какие-то варды По-моему есть Сентри у Рубика Ооо Сентри пока нет Титана может быть сейчас приедет Да Сентри приехали 4 Сентри 4 опса Можно себе мастериск позволить Но про этот вард ребята не знают Классочка для Сайленсера Ого Ракс тоже уже есть Очень много ХП То есть мы видели с Хроносферу С каким трудом Сайленсера убивали Ну что ж Окно появляется Пока нет Глобала И ребята будут пытаться Баби Найт Баби Найт здесь один Баби Найт один Но его не видно Пока Заметили На варде врывается Акс Тут никакие телепорты не помогут Хоть и все телепортируются Массово ставится Хроносфера Дорого Дорого Получается Без Хроносфера было бы получше Но два телепорта напугали Баталхангер от Рубика Сайленсер да Получает пока все Хроносферы в этой игре Дольдовать опасно Манки Хинка здесь нет Манки Хинк нажимает телепорт А вот теперь можно врываться Про Айса знают Фуги ворвался Должен быть прозаатак Винтерс Херрес Айса пока никто не может спасти Арена от Айса должна поступить мгновенно Прозаатак Арену нужно ставить Айс просто пытается убежать Работает Супернова Супернова должна разрушить Супернова падает Погибает также Эмбер Спирит Еле живой Ноя Пытается убежать от преследования Митра Виверна Остается все еще дуэли Надо дать просто Виверну И спасти своего саппорта Рубика Рубик есть фейтболт Виверна оказывается на хэкграунде Застревает там Но Легион Командер гонится за Войдом Войд под Курсой Войд под Атосом И нужно просто дать дуэль Вот она дуэль И фраг на нефрите Виверна осталась жива И снова ребята вроде как Имели преимущество по способностям Но драку проигрывают 3 в 1 Убили Макаку Убили до этого Сайленсера Но отдали своих коров Эберун же дофармить свой Юл Войду Неплохо бы дофармить Манту Стайл Там не так много-то осталось Опа Неожиданно На самом деле можно просто здесь погулять Дождаться дуэли 20 секунд Наверное не получится Ну как минимум интеллект Сейчас она заберет себе Баби Найт И еще интеллект Для Сайленсера Того 14 становится Скоро 15 уровень 18-6 Счет у нас Тут парень спрашивает Почему в 2019 Войду игнорит БФ Но если бы он здесь купил БФ То можно было из игры выходить Просто потому что Глобал Глобал Войду врубаю Здесь надо покупать защиту По-любому Нельзя позволить себе Купить БФ БФ ты можешь заметить Игнорит не только Войды Но вообще все герои Кроме наверное Антимага Ни одного героя Сейчас не покупает БФ Ну в редких случаях Очень редкий Эмбер берет там А герои типа Фантомки Появляются редко очень То там тоже БФ игнорится У Рубика ремнанты Подборованные Классно Он их где-то оставил Сейчас выходит Руна забирает И надо улетать А он не оставил Не оставил Только зачем-то еще один На панике нажал Положил В итоге добирается Это еще одно баунти Блэдмейл ЛЦ Ну на самом-то деле Пока такая основная проблема Это хрансфера И Акс Большей проблем У команды А с командой нет Игнор командор Идет Феникса Брэв на Феникса Блэдмейл Надо чтобы сработала пассивочка И тогда все получится Но есть фейтболт Есть фейтболт Но немножко опаздывает Дуэль не выиграна Но хотя бы убивает Феникса И то хорошо А то могло Ни то ни другое не случиться Вот покупка Блэкенбаров Станет ключу моментом Когда Аскаманы Должны захватить Полностью преимущество На всей карте И игру закончить Атака на Акса Акса был вариант Нажать телепорт только что Но теперь у нее Это не одна у варианта Курса Винтерскерс Но Клун Дебрэй Слишком долго длится Поэтому пока Винтерскерс длился Акс тоже стоял на месте Возможно Просто бы дала Вивер на Винтерскерс Без Клун Дебрэй Акс Бой мог нажать Телепорт и уйти Такие Вивер на здесь погибнет И еще Больше интеллекта Для Сайлансера 18 становится Талант на золото Слишком он силен Атака на Эмбера Ремнант от Рубика И с Ремнантом Урона хватает Прям Раз запас Плюс 18 Для Хастажа Ротона 22-6 У нас счет 7000 перевес Акс на топе С Блинк Дайгера Но это Легион Коммандер 2 КХП И по-моему Пракса узнали Да, Пракса Видит Акса Скан нажали Дабы наверняка Понять, что там Есть кто-то И отходят Скандинавы назад Рубик покупает Блинк Совсем скоро Заканчит действие Ремнантов Рубика Но не беда Не беда Легион Коммандер Выходит Давай дуэль Манта Стайл У Войда Наконец-то появляется Пошел Астрал На проверку Войд ставит Хроносферу Принимает Легион Коммандер Глобал сразу же в ответ Манта Стайл Уже тяжело Рубик ворует Хроносферу Может закрыть противника Войда Принимают в дуэль Хроносфера ставится Закрывается Акс и Элдер Титан Что в принципе выгодно Для ребят Из команды Аскамана Акс в итоге Вне драки Получает Атос Штрайна жать не может Супернова взрывается Далеко от команды Минтерскерс по одному Лишь Сайленсеру Все просто ужасно Если они сейчас Могут отсюда уйти То будет хорошо Эмбер есть Юл через 5 секунд Но видимо не потребуется Эмбер так очень быстро Контроля больше на него нет Добивает Акса Войда Хроносферы нет Рубик еще и умедряется Эту Хроносферу своровать И поставить закрыть Акса Которая в драке Может много чего делать Атака на ЛЦ Преза атака Отцы Подходит Рубик Прилетает Эмбер Получает Атос Получает Силикин Эс Ворует Рубик Римнат и дает в ответ Убивает ЛЦ Что будет с Эмбером? Ну наверное уйдет Хотя римнатов-то нет Римнатов-то нет у него больше Куда он уйдет-то? Стоять! Куда ты уйдешь? Никуда 9к Перевес становится И появляется два ключевых артефакта На вот эту стадию мидгейма На стадию когда игра может закончиться Если смогут с командой Грамотно использовать все это Игра долго длиться не будет Смоук Ребят Вот Акса Араносферы нет Здесь ребята восстановились Также нажимает Смоук О какой такой немножко корявенький Опа! Нашли Феникса Телекенес на Феникса Атос на Феникса Эхостомп на Феникса Винтерс Херст есть Надо нажимать Но квалка залетает А Тейса как же вовремя И теперь Винтерс Херст Не имеет никакого смысла Можно было все равно Сайлосер закрыть Но Уйти бы не получилось Один Блокенбар потрачен Что не так важно Так Тут у нас гуляет В спине Акс Его находят Его телекенизирует Рубик Ворует Агр в ответ И Акса добивают Да 7% По мнению Это плюс У команды Винден Дрейн На победу на этой карте Но учитывая Что происходит на карте Сейчас Может даже меньше Учитывая Вот эти артефакты Серьезно Учитывая потенциал в драке На Сайлосер уничтожает Этот глобал Он Всю стратегию перевернул В Рейс Кинг Был очевидный бан Все правильно Если б не Если бы забалили Сайлосер Появился бы В Рейс Кинг Все могло бы Происходить примерно так же Так Телепорт от Йола Эйс С БКБ Хастежа Ротан Есть дуэль Врыв на Йола Дуэль Бладмейл И Виверна погибает И Виверна погибает 33 секунды не будет Есть байбэк Слишком много урона Становится Леген Командер За эти 26 минут игры Атос на Эмбера Байт на Йол Курса пошла Ну не Йолица Просто уходит назад Бабинайту интересно пока Башню забрать Чины еще одни И башня упала Так там какой-то Выход От Саппортов И Манки Кинга Видит Войда Принимает По-моему Эмбер Спирита Рубик дает агр Но я превосходен Что на первой карте Что на второй Просто Четверки Мне на Этой квалификации Нереально радуют Из-за телепорт Атакса Как же долгий телепорт Ну вот и успевают Уйти ночью в дворе Мало там вижена Вард на хайграунде Знаете Когда у тебя на бое Стоит вард на хайграунде А его даже не до вард Это реально звоночек Что что-то вообще Не так идет в этой игре Атака на Войда Оу Ну слушайте Колден Брейс Дает все знать И получится убить даже Живет нефрит Биверна Колден Брейс Наверное впервые За игру реально помогла А не заруинила А то сновой да Ну и куда ж ты лезешь-то Дружище Сайлансер Глобал Успел нажать Он в любом случае С Аегисом Хрансферу ставит Тут бессмысленно Выбили Аегис Теперь есть смысл Но урона нет Выкупается Акс Появляется Сайлансер Войд пока убегает За ним погоня Манта Стайл Больше нет Ставится в Супернова Все просто принимает Асс Войда Получает Агр Войд от Рубика Как же Рубик с этим агром Казалось бы не самая Приятная способность Для Рубика умудряется Классно играть Врыв От Легенд Командер Дуэль по Эмберу Выкупается Винтервиверно Должны Эмбера здесь убивать Эмбер селикенес Эмбер погибает Эмбер с байбэком Винтерскерс ПЛЦ Будет жить Врывается Эйс дальше Выкупается И Эмбер спирит Слишком много байбэков Нужно отойти назад Принимает Бобби Найт Он нажимает Только сейчас в этой драке Блокенбар Ну и обидно Приходится с этим Блокенбаром Просто бежать назад Продолжение следует... Хроносфера в Манке Кинга Проза атак И... Бессмысленно все Теликенес от Рубика Не успевает Акс дать Агр Залетает палка Дуэль в ответ По Фестлос Войду Фестлос Войд Еле живой Дается колонный брейс Непонятно куда Войду деваться Сайлансер пока глобала нет Но если что Есть Хекс И Войд погибает Без байбэка Акс без байбэка Эмбер оказывается в Юле Какое-то время может даже поживет Ахастомпу супили Феникса Феникс пытается улететь Супернова нет Принимает Все равно Рубик Через Агр Эмбера Рубик Агрит Лучше чем Макс И ГГ Да, ребята У меня смысл продолжать играть На этом они выступление На этом турнире заканчивают И только Смогли они забрать одну карту А для скаманов Появляется реальный шанс Забрать первую позицию В группе Так что Нужно им сейчас отдохнуть У них будет время Через 2-3 часа По-моему у них игра С командой Ликвид И вот там нужно будет постараться Это будет матч Прямо за топ-1 группы Самые что ни нас настоящие То есть Сингулярити Играли сегодня за топ-1 Но это был матч Не самый настоящий За топ-1 Вот именно Последний Последняя игра будет За топ-1 Дальше у нас Гипоманьяки Сингулярити Пауза минуток 10-15 И возвращаемся на ту игру В которой также идет битва За Топ-3 За топ-4 Да и на самом деле Просто за выживание У каждой из команд По 3 балла И кто проигрывает Если будет у нас счет 2-0 То у одной команды Становится 5 баллов У второй стоится 3 Больше ни у кого 3 не будет Потому что у нас командов 4 То есть команда Которая проиграет 2-0 В следующем матче Также займет топ-4 Топ-5 вместе с Виндрейн Хотя там команда Уже с хорошим количеством Баллов в активе Пауза И через 10-15 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому